Географические базы данных Ассоциативный ряд. Какие ассоциации возникают со словосочетанием информационная система? Это данные, база, информация, интернет, карта, сбор данных, программы, локальная сеть, вычисление, мобильная связь. С геоинформатикой связаны такие термины, как геоинформационные системы, информационные системы, система автоматизированной информации, математика-картографическое моделирование, экспертная система, информационно-поисковая система, база данных и картографическая база данных. Что такое информация? Информация от латинского переводится как разъяснение, представление, понятие о чем-либо. Ну и, конечно же, придавать вид, форму, обучать, мыслить, воображать. Сведения, независимо от форм их представления. Географическая база данных. Это структура данных, которая является основным форматом, использующихся для редактирования и управления данными. Основной формат базы геоданных – это управление географической информацией и редактирование. Управление для использования базы геоданных. Географическая информация является физическим хранилищем для географической информации. И редактирование – это серия простых таблиц с данными. Как вы видите, база данных состоит из наименований, платформы, протокола и адрес сервера. Хранение базы геоданных. Данные представлены в таблицах. Таблицы содержат ряды. У всех рядов существует одинаковый набор столбцов. И столбец имеет тип. Широко распространенное средство для работы в табличной форме – это программа Microsoft Excel. Конечно же, она предназначена для работы с цифровыми данными для решения задач. Из истории открытия программы. Авторы программы Microsoft Excel – американские студенты Даниэль Бриклин и Боб Фрэнстон. Цель – найти метод быстрого выполнения домашнего задания и экономно использовать время. Впервые в истории они разработали программу электронной таблицы, назвав ее «Калькулятор-пользователь». Рассмотрим программу Microsoft Excel. Состоит из имени. Имеется также строка формул. Далее кнопка выделения всей таблицы. Ярлыки листов. 1, 2, 3. Следующая также кнопка разделения окна по горизонтали. Кнопка разделения окна по вертикали. Ну и, конечно, область задач. Открытием 20 века является операционная система Microsoft Windows. В 1982 году был создан процессор-мультиплан, формирующий электронные таблицы. Первый образец современного Excel вступил в производство в 1985 году. А первым Windows был дан старт в ноябре 1987 году. Первый образец современного Excel вступил в производство в 1985 году. А первому Windows был дан старт в ноябре 1987 года в США. Сначала это была настройка программы. В настоящее время 89% компьютеров работают на основе данной программы. Windows – это система, управляющая графическими операциями корпорации Microsoft. Закрепим наш материал с помощью таблицы «Знал», «Хочу узнать», «Узнал». Итак, в первом столбце, значит, что вы знаете? Это программы Microsoft, оперативная память. Что вы хотите узнать? Какие диаграммы можно построить с помощью программы Microsoft Excel? Как разрабатываются программы для производства? Узнал программу Microsoft Excel, разработали американские студенты Гарварда, мечтавшие стать экономистами Бриклин и Фрэнкстон. Первому Windows был дан старт в ноябре 1987 года в США. Поле деятельности геоинформатики охватывает такие отрасли, как топография, картография, дистанционное зондирование, геодезия, фотограмметрия. Рассмотрим некоторые элементы взаимодействия географии и картографии с геоинформатикой. Это тематические и общегеографические карты являются неиссякаемым источником информации, возможности ГИС. Связь математики с картографией на основе математических методов, картографический анализ. Географические координаты дают возможность разработать разграфки. Картографическое профилирование обеспечивает целевую доставку пользователю полученной информации. Географическая база данных и информационной технологии. Исследовательские работы сохраняются в бумажном виде, электронном, текстовом и фотографии. Надо отметить, что приводя данных в общую базу файлам с любым расширением, необходимо дать название. Она должна быть функциональным, отображать характер содержимых данных. Например, как озеро Исик, JPG, метеорологические данные станции 1DOC, население региона в 2017 году XLS. На компьютере собирается достаточно большое количество файлов. Эти файлы объединяются в папки по разным признакам. Например, по типу расширения. Как вы видите, диплом DOC, документ XLS и документ TXT. Для создания баз данных разработаны специальные приложения. Например, как Microsoft Office Access. Что она из себя представляет? Это название файла, расширение показывает, дата создания, тип файла и размер файла. Управление базами данных посредством информационных технологий состоит из простейшей электронной таблицы, созданной в приложении Microsoft Office Excel. Программа автоматически суммирует введенные цифры и числа в столбце. Программа также автоматически суммирует введенные числа в каждой строке. Ну и, конечно, позволяет выполнять любые математические вычисления. Облачные технологии – это онлайн-хранилище для удаленной работы с базой данных, для доступа любого устройства из любой точки мира, где имеется подключение к интернету. Выполним задание для закрепления урока. Задание 1. Выберите правильные ответы. База данных позволяет хранить большой объем информации, быстро находить нужную информацию, забыть информацию, добавлять, удалять, изменять информацию, потерять информацию. Правильный ответ – хранить большой объем информации, быстро находить нужную информацию, добавлять, удалять и изменять информацию. Задание 2. Дополните предложение. Информацию нужно систематизировать, чтобы все данные были собраны в одном месте. Информацию можно было бы легко найти. Информацию можно было бы легко потерять. Правильный ответ – информацию можно было бы легко найти. Задание 3. Распределите файлы по папкам на основании расширения. Фотографии, музыка, документы. На экране правильные ответы проверьте себя. Подведем итог урока. Географическая база данных – это структура данных, которые используются для редактирования и управления данными. Управление базами данных посредством информационных технологий. Простейшей электронной таблицей является таблица, созданная в приложении Microsoft Office Excel. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok